Привет, друзья! В эфире рубрика «Экспресс. Разбор, раздач». И сегодня мы с вами разберем тему, из-за которой многие игроки, особенно на низких лимитах, допускают ошибки и играют чеками вместо бетов и не добирают достаточно существенное количество денег. Такие ошибки на лимитах выше встречаются все реже и реже, а вот на лимитах по типу NL50, NL25, или на лимитах тем более ниже, они встречаются очень часто. Давайте посмотрим, что это была за ошибка, и мы сделаем это сегодня на примере моей раздачи, причем игры не меня, а моего оппонента. Я играл на стриме лимит NL50, против меня какой-то неизвестный рек был на префлопе, он сделал open race 3BB и защитил валет 8 одномастный на большом бланде. По флопу последовал конбет небольшим сайзингом, да, треть пота. Я его со своей третьей парой и ОСДшкой заколировал, по терну закрылся флешек, мой оппонент прочекал, и я решил тоже прочекать, просто реализовать его эквити, посмотреть какой выйдет ривер. И ривер вышел для нас очень неплохой, да, закрылся стрейт, мой оппонент чекнул, и я здесь решил поставить. Почему я здесь буду ставить? Потому что в большинстве случаев, когда оппонент чекает терн, чекает ривер, у него не будет флешей, у него не будет стрейтов сильных, да, то есть у него обычно лучший стрейт какой-то валет x, который он защищает. Но при этом у него здесь будет много стрейтов более слабых, например, по шестерке, да, по одной карте, какие-то могут быть две пары, сытые, с которыми он все еще может допустить ошибку. Поэтому мы здесь особо не боимся рук сильнее, да, делаем вэльюбет и ждем, что скажет оппонент. Да, он может выкинуть, но может нажать кол с руками слабее. Здесь он нажал кол и очень удивил меня своим колом, потому что он показал руку сильнее на шоу-дауне, он показал нацовый стрейт по даме валет. И что здесь произошло? Что здесь произошло? То есть почему наш оппонент хоть и выиграл, да, но сыграл здесь некорректно? Смотрите, у него здесь нацовый стрейт и с его точки зрения здесь он тоже ничего не боится. То есть даже если вы решили, например, заслуплеить такую руку, например, да, то на ривере нужно играть от чекрейза, потому что флэшей после моего чека потер, но у меня здесь практически нет. И здесь можно безбоязненно ставить чекрейс, да, потому что у меня как раз в ренже есть валет икс стрейты и, собственно говоря, получать с меня дополнительную вэлью. Но мне здесь не нравится, в принципе, игра через чек по риверу. То есть мне не нравится игра через чек, особенно когда вы играете против неизвестного, тоже регуляра, коунтинелл50. Почему? Потому что вот именно здесь и встречается та ошибка, из-за которой люди делают чеки не туда, да, там, где нужно делать бет. Почему? То есть здесь нужно подумать о наполняемости спектра, да, это звучит сложно, типа наполняемость спектра вообще, типа что это такое. Но если говорить по-простому, просто подумайте, как ваш оппонент играет с разными типами рук, например, на терне. То есть как часто у него здесь будет после чека терна флэши, например. То есть часто ли флэши ваш оппонент чекает по терну? Ну, большинство оппонентов, да, поставят флэш либо просто на вэлью, да, если у них какой-то старший флэш, либо если у них мелкий флэш, они также его поставят на вэлью, просто потому что они не хотят увидеть четвертую карту к флэшу. Ну вот поэтому большинство оппонентов здесь, да, на месте ББ поставят с флэшом. Поэтому когда у вас здесь стрейд по даме валет, вы понимаете, что опять же у большого блайнда рук сильнее практически нет. И вам нужно, и при этом его рейндж наполнен достаточно большим количеством рук слабее. То есть когда мы здесь сами играем через чекбэк по терну, то есть у нас редко у самих будет какие-то здесь триты. У нас даже редко здесь будет ОСД, потому что какие-то валеты с комбинацией, которые не имеют шоу-даун вэлью, как вот мой валет 8, зачастую оппоненты ставят в пропущенный бет по терну. Поэтому подумайте, с чем оппонент на ББ чекает терн, да, и вы поймете, что здесь, как правило, это какие-то руки с шедевелью, это слабые готовые руки. И вот по такому ранауту, да, по 4 стрейту, у меня в том числе в рейнже могут быть различные 6х комбинации, которые имели некоторые шедевелью, и я с ними буду чекать. Также я буду чекать, например, там, с вторыми, третьими парами, с двумя парами, с тупарами, то есть мой здесь рейндж наполнен вэлью, блефов у меня здесь крайне мало. То есть здесь какой смысл чекать по риверу, да, вот оппоненту он прочекал с нациевым стритом, для чего, то есть чего он хочет здесь добиться. То есть рук, которые здесь у меня чекают очень много, при этом он от них может получить кол, да, а если даже у меня какая-то закралась рука по типу валет 8, здесь, конечно, можно иногда получить с них экстра вэлю, сыграв хитро, да, через чекрейс, но здесь оппонент и через чекрейс не сыграл со своей рукой, то есть тогда вообще это лишено полностью всякого смысла. То есть в чем идея, когда вы вот в такой ситуации оказываетесь, когда ваш оппонент сыграл, например, чек, бехайн, потёрнул, подумайте, каких рук у него больше в рейнже, да, каких-то слабых готовых рук, с которыми он готов нажимать кол, или каких-то блефов, да, как часто он здесь будет блефовать, потому что от этого зависит выбор вашей линии, что лучше сыграть от бета и от чека. И в данной ситуации лучше играть от бета, да, по чёрному, безусловно, здесь можно сыграть чек, на самом деле здесь можно и ставить второй баррель с дамой валет, да, у вас нациевый стрейт, много рук слабее, которые всё ещё платят, но здесь можно сыграть и через чек. Если же вы сыграли чек-чек, да, то на ривере объективно нужно уже ставить самому, не давать вашему оппоненту на большом бланде с большой частотой прочекивать. Ну а если вы уже расставили хитроумную ловушку, капкан на лицо своему оппоненту решили надеть, так тогда хотя бы не бойтесь и играйте чек-райс, потому что объективно у меня здесь рук сильнее практически нет, и при этом с валет-иксом я здесь могу ошибиться, да, и, ну, нажать кол, потому что я просто не увижу здесь достаточное количество рук сильнее. Поэтому думайте о том, как наполнен, чем наполнен спектр вашего оппонента, и в зависимости от этого выбирайте наилучшую линию, либо чек, либо бет. А на этом всё, всем хорошего дня, удачи с вами, пока!